здравствуйте с вами снова андрей королев влад ковальский и сергей распутин и сегодня у нас будет долгожданный обзор на самый крутой в мире мотоцикл круче которого вы вообще не найдете которые я даже не советую вам покупать потому что когда вы его купите вам будет неинтересно ездить то что вы будете сразу всех драть и этот мотоцикл называется ирбис вирага 110 cc данный байк он мой вы понимаете он мой я просто счастливчик я обрел приобрел точнее бабушка мне купила самый крутой на свете байк вот что теперь вот ребята на своих помойках просто стоят на месте даже не пытается со мной соревноваться в прошлом видео волдырь уже просрал мне на своем микелонге унылым просто альфа его на дрова как стоячую также просрет ему и семерка и вот это вот гуэлера и все такое ну я с бабуля ездил забирать этот байк с официального салона ирбис вот в шлюхово находится этот салон и мы его приобрели там за 85 тысяч рублей то есть у официальных дилеров с документами с парой ключей только они разные но это ничего страшного кофр не давали это комплектация туристическая с кофром а у меня максимум комплектация то есть для гонок он еще идет александр хренов он вообще пришел пешком потому что он боится приезжать на своем мопеде рядом вот с альфа его ставить как дела александр что я с голосом сегодня то ну теперь я вам расскажу о своем крутом байке вот волдырь стоит даже не садись у него боится покосать потому что он просто просто попадет он если сядет на мой мопед и чем с ним будет не так а мопед мопед хрупкий как хрусталь горный горный хрусталь сели год не купишь если что не сделаешь с моим мопедом вот успокойся это самая крутая комплектация со светящимися колпачками они ночью светятся я вам обязательно покажу в каком-нибудь из видео покатушек вот ну расскажем о сердце данного крутого байка это его двигатель вот башка у нас да получается с распредвалом горящий косой поршневая у нас насколько поршневая поршневая 110 м3 самая люксовая м3 с ребрами жидкостного охлаждения впуск у нас выпуск потом подожди но ты рассказывать надо полно принять влад воздвигателя правильно прям вот стартер магнета так слушаем влад влад прими микрофон вот чтоб тебя вообще был качественно слышно можете поговорить примерно можешь прям возле него говорить так получается у нас ну как бы стартер центробежные болты и создает им эмульсию импульсию на двигатель двигатель заводится нажатием кнопочки по моему да с клавиши заводится двигатель с клавиши это блин круче компьютера вообще как бы на компьютере ты не можешь завести компьютер вообще это можно вот свечка у нас биби пера джемси а свеча у нас здесь по нгк ну то есть это стандарт для люксовой версии вот колпачок здесь черный спортивный да и ответить перекрашивал ну я уж курил шпаклевал ну чтобы потом продать ему был как бы лучше можно было бы как так так это сливной у нас болт карбюратора жидкостного охлаждения чтобы у тебя он рваный пара кстати по гарантии значит и к дилерам на то ехать уже но мы еще когда покупали этом обед попросили что нам зеркало установили тут зеркало у нас есть ну как бы его надо чистый грязный там сделать его правильно чтобы все работало вот на чпу станке сделанные колпаки здесь у него на двигатель пластмассовые тюнинг чпу а дюраль алюминиевый да ну тюнинговый на чпу здесь да вот только еще один тут минус тут когда ездишь постоянно тормоз вылетает да тут вот проблема у нас появилась одна вот смотрите тормоз у нас здесь имеется вот его тяга ведь она немного не прямолинейно не прямолинейная тяга у него стала вот тут плоды и барабан вот барабан мы имеем здесь его немного провернул вот вы видите здесь у нас есть тяга спортивная вот специально для спорта сделано вот оторвало кусок барабаны здесь и его проворачивает теперь как угодно по колесу то есть едешь на данном аппарате он просто разгоняется с такой силой что когда тормозишь барабан отрывает от рамы и прокручивать колодки на дорогу высыпаются вот прошлый барабан на данном аппарате разорвало по частям просто колодки можно было собирать по дороге а этот барабан просто оторвало короче и короче он просто повис на колесе тут это литье стоит шины дали литье нету спиц нет крыло хром то есть литье здесь очень тюнинга вы сами видите в спортивном таком стиле сделано подержи влад и держу так крыло крылья здесь вот устанавливаем микрофон вот я установил себе здесь микрофон ну то есть профессионалы вот крылья здесь у нас хромирование но вообще по половину мотоцикла хромирована у нас типа зеркала потому что люксовая комплектация я его не мыл еще вот первый раз так вот из салона приехала оторвали тормоза пока только ну то есть мотоцикл один день тормоза оторвали это несерьезная поломка шли шлюхова там магазин сказали чтобы нам нам нужен зеркальный мопед ну как бы чтобы подошел и видел свое отражение от него чики текут от этого да чики даже подходят смотреться чистые прыгают сразу на мопед они там краситься знаешь стоят так вот краситься там губки трубки ну то есть вот 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 я думаю вы поняли вот но нам тут звонят у нас волдырь менеджер до волдырь менеджера нам звонят откуда-то пацаны и желают счастья счастья здоровья нижний новгород нижний новгород вот и короче короче вот нам прямо даже во время обзоров очень часто звонят и желают либо нам сдохнуть либо счастья желают вот короче вот такая тема вот у нас сергей пока сидит в автомобиле заоценивает думать что сказать на обзоре что скажешь про тачку это чё такое тюнинг а вон там у нас еще александр имеет короче короче всем нравится моя тачка всем нравится моя тачка постоянно пропадает из нее но это ничего страшного так ну вот теперь я расскажу про двигатель вот влад у нас конечно мастер в двигателях но он как-то по-особому рассказывать не каждому доступно это в комментах потом пуканы горят но пишут малолетний долбан и потому что не понимают ну вот прикинь вот такое пишут то есть у нас выстегнуть хотят мы приедем куда-нибудь в сочи нас изнасилуют ты понимаешь вот вот у дяди лысый покажи жука жука покажите дядь лёш покажи жука шлифанул дядь лёш так вот ну вот вот я расскажу про двигатель теперь вот по-своему короче здесь у нас одноцилиндровый четырехтактный двигатель с верхним расположением распредвала двухклапанный и короче там 110 кубов у него то есть вот 110 cc альфа 50 cc едет 50 километров в час альфа 70 20 c едет 70 километров сейчас альфа 110 едет 180 вот так то охлаждение здесь производится посредством нанесения ребристости на поверхность головы и цилиндра поршневой группы вот то есть там на поршнях на клапанах ребристости вот повсюду имеются и так поступает воздух вот куда и уровень охлаждения измеряется по количеству ребристости но здесь их очень много то есть охлаждение почти жидкостное можно сказать сцепление кстати работает с помощью руки туда сцепление вот с помощью руки к сожалению работать на этом аппарате но выжимается вот у меня мизинцы отрезаны он не сгибается поэтому я не смогу пока могу друг 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 его видели мизинцем сгибается то есть очень нежная бесконтактная как по блютусу тут подключил от работы блютусовое сцепление а вот папа лысый почему-то всегда у нас на видео с лопатами и бензокосилками все время что делать цену сынули мразь что-то что-то обо мне хочешь сказать на видео очень хороший но хорошо ладно не гонишь я школу не прогуливал вот 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 рассказали мы про двигатель масса у него пуск катафото это чтобы видно было сдалека завидного завидного парня здесь у нас пуск спортивный идет вот у него здесь шлангер какой-то высовывается то есть у него фильтр в раме находится очень надежная защита карбюратора вот здесь карбюратор у нас у инки у инки стандарт of фухой ну фухой я не знаю что за стандарт фухой но это кейхин карбюратор у нас то есть мне сказали в салоне то шкарп кейхин стоит японский двигатель японский хоть байк альфа это китайское производство на двигателе японские туда ставят то есть 80 тысяч не зря мы отвалились за этот байк ну точнее бабуля отвалила да тут вы видели какой как как на ягуаре вот яшка ягуар ты бухаешь и едешь на этом аппарате то есть вот просто заправляется ягуаром в бак залил и поехал очень мало маленький расход с этим ну что стоит дешевле же бензин и 2 банки залил и есть две недели спокойно вот далее глушитель у нас здесь прямо точно идет вы видите какая банка стоит вот здесь у нас идет коллектор а здесь уже банка идет от прямо точно я виде трубы очень-очень ревет мопед вот вот я вам могу показать вот ведь я павера поворачиваю замок зажигания тут 0 загорелся это не трек на большинстве видели было отщелкнул и щелканул скоростя и первое появилось надо подергать я тихо отстаньте от моего мопеда я обзор делаю тебя не выйдет ты не умеешь включать 44 0 до 0 ну же вот все то есть вы понимаете ни у одного спортивного говнобайка на мужчину с ними ни у одного спортивного говнобайка нету такого датчика который показывает скоростя борисе борисе расскажи вот тут у нас подсветка как борьба даже угадал оборудовать газовое оборудование байк у нас здесь оснащен поворотами вот сигналы никами так вот это все для того чтобы вас видели так теперь пока выхлопную систему видели как он заводится с клавиши с клавиши выхлопная система мазафаг вот с клавиши запустили двигатель вот работает у нас прямоточный выхлоп вот так вот так вот мужчины какие это основной инстинкт основной инстинкт синус вот короче ты зачем заглушил ты понимаешь что я здесь главный не делай ничего пока я тебе не сказал вы видите какой звук божественный смотрите обороты но вы видели какие обороты дают байк до 12 тысяч крутится это вам не скутер какой-то а боссы на и вот типа вот этого далее на этом байке мы имеем офигенные литые дисочки колеса не знаю даже какого радиуса как на шевроле камара даже круче на и вот сейчас сейчас мы найдем сейчас мы найдем где тут написано должно быть написали же нам о 17 радиус колеса вы понимаете 17 на этом скутере за 300 нам 8 вообще радиуса тут а тут 17 радиус ты понимаешь надо было брать ирбис вирага они гиллер рану 180 что это просто это не что по сравнению с альфой мы здесь имеем далее подножки пассажирские либо на них очень удобно вывозить мусор на помойку или возить мешки с картошкой с наркотиками с навозом с чем угодно просто ставишь сюда мешок моем присесть а ну вот покажу вот как пацаны садятся на свой байк а стоят на тушь вот 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 седло смотри идиот вот куда картошку вставить да нет жопой туда садятся пацаны когда сидят так неудобно ты видишь ты падаешь влад жопы попробуй присесть на элитные вот эту подставку да вот 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 вы видите как пацаны сидят нормально отдыхает влад влад отдыхает прям пока там сидит то есть очень продуманный байк вот как как те влад удобно вот по пацаны даже и жопу подогревается холодное время год глушителем просто сказка это сказка эта сказка здесь у нас цепной привод на заднее колесо самый надежный в мире привод здесь я пару винтов выкрутил для облегчения конструкции далее траверсы у нас очень надежный вот толщина где-то миллиметр здесь у нас металла то есть очень информативное управление здесь ты вроде поворачиваешь влево а всю жопу ведет тоже куда-то непонятно куда в общем это нужно пробовать вы покупаете альфу и буря эмоций просто вас ждет что там говорить нужно уже показывать как она валит как она есть снимать просто подробнейшим образом сиденье здесь рассчитаны на пятерых пассажиров подвесом все это выдерживает подвесом элитные здесь здесь мы имеем блок руля все я задолбался пора на ней стантить так ну вот сейчас для начала продемонстрирую как данный байк стартует вот со стороны посмотрите как он едет а после этого покажем как он валит на борту прямо смотрите вот так заводится нормальная порядка даже кикстартера нету потому что он и не нужен ну посмотрите на этот божественный тернаут молодец дядя лёша собрался куда-то форсить ну вы чё семейка нормально вы видите как она ездит смотрите давайте сейчас снимем давай снимем как здесь лёша ездит ты это заснял? да смотрите какой байк вот вот заднего тормоза к сожалению нету поэтому я не могу показать вам все прелести этого байка ну тормоза скоро будто осталось только заварить раму да да идет идет наконец-то мы едем да на альфа байк держишь? как удобно садиться на этот байк опа вот а сзади еще и багажный отсек и куча места для других пассажиров и я могу свои ноги устанавливать на специальные подножки для водителя да вот запускаем байк сними прям как будто от первого лица сейчас подожди подожди сразу оборотики там оборотов поднялась нормально мы готовы ехать все пацаны мы поперли все пацаны мы поперли сейчас мы вам продемонстрируем максималку этого байка вдвоем а максималка у него просто сумасшедшая подожди у нас же тормоза брембо да тормозов нет но это ничего страшного вот и попробуем проехать по препятствиям да ладно тогда мне надо кепочку немного опустить это мой как типа спойлер прижимление дуксиль его и тока там все на машинах просто во отне вот это обороты вот смотри-ка уже 50 довольно 60 да ключи теребонькаются ну по дороге поснимай полетить просто Вообще просто какая-то скорость! Вот это мы летим! Взрывается, взрывается! Как там ехать-то? Влад, взрывается! Салют! Там где-то! Это кто? Вау! Новый год! Это салют в нашу честь! Новый год! Вы понимаете то, что после четвертой скорости можно воскнуть нулевую! То есть коробка по кругу! Это как на самых крутых спортивных байках! Болизов! Там салют в зяге где-то! Салют! Пацаны на мобедах уважают нас! Просто объезжают по встречке нас! Нормально! Просто айфобайк! Так чё? У нас тут ходовые качества начинаются! Поснимай подвеску! Мне надо немного... Сейчас разгонимся! Вот! Слышите эти звуки? Давай! Да! Да! Я прыгаю! Мы не в такт попадаем! Мобеда очень свежая! Поэтому отрабатывает даже вдвоём любые почки! Продуманность! Продуманность дошкаливает! Ай! Так! Да, это направление движения у нас! Направление движения у нас здесь прямолинейное происходит! Всегда, да! Сейчас мы возьмём разгон! Берём! Тридцать! Тридцать пять! Левый два! Правый два! Помеха слева! О! Да! Смотри, какая подвеска отрабатывает! Подвеска отрабатывает! О! О! Передняя! О! О! Передняя! Скорость пятьдесят! Оборотов три тысячи! Ближается скорость у нас! Ладно, две семьсот! Ещё три пятьсот! Вы слышали эти звуки? Когда заднее колесо, заднее колесо касается крыла, при больших перегрузках начинает вибрировать сиденье, это оповещает вас, короче! Да! Специаль! Слушай, слушай! Сейчас, сейчас я разгоню! Смотрите! Да! Да! Она едет вообще, да? Да! Вообще едет! Просто звук и вибрации! Вибрации! В совокупности своей просто доводят вас до эйфории, когда вы управляете этим байком! Эйфория это приплох! У-у-у-у-у! А-а-а! Блядь! Кде? Ку-ху-ху-хух! Ку-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Мы приехали на тусу смотреть! БМВ, BMW E38! Ты просто вот на этом байке на любую тусу можно приехать, потому что он проигрывает везде. Даже вертолеты всасывают у нас, когда мы едем на Альфе. Альф едет. Самое главное вообще. Вот это просто, это ифамия, Влад, ты понимаешь? Да. Направление движения право 90. Ну, посмотрите, какие препятствия могут преодолевать на этом байке. Ой, боюсь смотреть. Смотрите, вот какая-то... Да я даже слезу. Давай, слезай, Влад, продемонстрируй. Видали, какая я? Вы видели это? Да. О, как вам съезжать. Это кроссовый аппарат. Поехали дальше. Едем, едем. Дорогу снимаем. Вы посмотрите, просто по какому бездорожью мы проезжаем. Просто квадроциклисты-педики. Квадроциклисты здесь не могут ехать нормально. А мы на Альфе здесь проносимся просто. Вот обрывчик наш хилл-клим. Моя любимая хилл-клим. Посмотрите, куда мы можем ехать на этом байке. Это просто сказка. Смотрите. Смотрите. И мы уже наверху просто. И здесь нас встречает толпа пацанов. С водочкой, с шишечком. Как всегда, в принципе. Водочкой, с шишечкой, вы понимаете? Этот байк просто для жизни. Да уж, я вообще даже не знаю. Мы куда-то едем. Так, ну вот, мы продолжаем наш путь. Сейчас мы спустимся. Видали, что тут? О, клея, клея, клея. И с говном. О, все, богно. Вот, четко. Но этот байк проезжает до 2 мокрости. Вот, вы видите? Поехали на нашу эту площадочку. Сейчас мы продемонстрируем, как управляется этот байк. Как он вообще рулится. Рулиться. Чтобы вы посмотрели. Чисто на этот байк. Да. Надо смотреть. Где наша площадка здесь? Не знаю. Хорошая. Кончилось, наверное. Поворот вот надо пройти на скорости, Влад. Поворот на скорости. Я думаю, нормально вот тут, если ты встанешь, а войдешь в поворот. Давай, я встану. Вот. С внутренней, с внешней. Тюнинговый руль в форме руля позволяет вам проехать в любой поворот и удержать руль на ровной оси падения картера. Вот. И колеса удерживают вас просто на любом дорожном покрытии. Внутренней и внешней стороны? Любой. Буксы, дрифт, колесо. Вот это ты четко встал вообще. Опа, она вообще четко, да. А я хочу пока шашлыки пожарить. Ну вот мы вам и рассказали о самом лучшем байке на свете. Ирбис Вирагу, он же Альфа, позволяет вам отправиться в далекий круиз, куда угодно, хоть на Луну и на Марс. Покупайте себе Ирбис Вирага и хватит мне звонить, пожалуйста. Да это Колян вообще пилик. Это Колян, вот Колян, он немного вот такой вот. В шизофрении. Ничего страшного, он звонит мне раз 10 на дню и не приезжает все равно. Хотя спрашивает, где я. Вот. Короче, теперь нас с Владом вообще не увидите. Мы все время на морях, на тусах, на дискотеках. С чиками, у нас тут шашлочки были. Маслышечок. Шашлочки на Альфе прям спокойно жарите. Вот. Так берете просто и крутики. Короче, берите деньги у своих бабушек на байк. Пусть бабушка не скупится. Я думаю, внуку не жалко на такую крутую штуку. И живите, ребята. Все, всем пока. Живите мирно. Субтитры сделал DimaTorzok